Итак, Эльдар Зинуров вас вновь приветствует. Мы начинаем наш постскриптум. После вебинара про страх успеха я несколько минут посвящу ответам на ваши вопросы по любой теме. Пожалуйста, спрашивайте. Поехали. Эльдар, сколько стоит индивидуальная консультация? В настоящий момент индивидуальная консультация стоит от 7500 до 15000 рублей. Актуальные цены вы можете узнать на сайте zinov.ru. Консультация у меня идет не час, она идет столько, сколько вам надо для того, чтобы решить ваши проблемы. Цены на консультации постоянно растут. Примерно два раза в год я поднимаю цены на консультации. Поэтому для тех, кто смотрит или слушает записи, пожалуйста, смотрите актуальные цены прямо сейчас. На сайте zinov.ru есть детальное описание и актуальные цены. Иногда мне предлагают вместо денег частичный бартер. В крайний раз я согласился взять сертификат на 10 сеансов в массажный салон Тайрай. В массажном салоне Тайрай мне очень понравилось. Сколько стоит коучинг до результата? Рассчитывайте примерно от 1250 евро. Можно ли избавиться от всех страхов, которые внушили или вложили нам родители в детстве, и они так приросли к нам, что мы считаем их своими? Как побороть страх быть отвергнутым обществом? Да, можно избавиться. Именно этим мы и занимаемся, в этом и есть смысл. Избавляться от тех страхов, которые нам мешают жить, и совершенно неважно. Считаем мы их своими, или считаем мы их навязанными, это никакого значения не имеет. В конце концов, если у вас проколоты шины на вашем автомобиле, неважно, прокололи ли им их ваши родители, или неизвестный мужик, или вы сами себе их прокололи, в любом случае надо латать шины и надувать их заново, накачивать воздухом. А лучше азотом. Но при этом, кто именно их проколол, нам неважно. Схема действий всегда одна и та же. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Я уже буду говорить сейчас немножко тише. У меня там ребенок через две двери засыпает. Детский сон, он очень-очень чуткий. Да и немножко я, как обычно, после хорошо проведенной консультации, когда бывает по четыре часа говоришь, или выступая со сцены, такое ощущение некоторой усталости, голосовых связок. Так, как справиться со страхом публичных выступлений? Страх публичных выступлений, как я уже говорил, это страх, который у нас стоит на втором месте после страха смерти. И в первую очередь я вас хочу спросить, Танечка, а зачем вам справляться со страхом публичных выступлений? То есть, если ваша работа не связана с публичными выступлениями, ну и пошли бы они в жопу. У меня был один из моих клиентов в коучинге до результата. Он был одним из... По-моему, лет пять назад он ко мне впервые пришел. Одним из его запросов было то, что он крупный бизнесмен, настолько крупный, что ему приходится иногда бывать на различных заседаниях местных политических элит. Всякие там дни рождения, или там 73 года со дня рождения Ильича, ну и так далее. И там, по традиции, необходимо каждому, пусть хоть и для галочки, но все-таки встать и сказать несколько слов перед тем, как бухнуть за здоровье юбиляра. И один из запросов у него был такой, говорит, мне говорят там... Я, говорит, когда трезвый, я не могу нормально перед ними выступать, а когда пьяный, я не могу потом свои дела в кулуарах решать эффективно. То есть, у него тоже была... Несмотря на то, что он очень серьезный мужчина, очень солидный, очень крупный бизнесмен, вот у него такая проблема тоже со страхом публичных выступлений связана. Так что, если вы испытываете страх публичных выступлений, то имейте в виду, это не повод вам считать себя говном на палке. Этот страх присущ всем. Но если у этого моего клиента была жизненная необходимость избавиться от страха публичных выступлений, то вопрос к вам, а зачем вам избавляться от страха публичных выступлений? То есть, начинаем плясать от того, на самом деле есть такая проблема. Так, у нас на работе есть женщина-вампир, после общения с ней я без настроения бороться с этим или найти другую работу. Вариантов много. Один из вариантов, о чем бы вам с этой женщиной вообще не общаться. Это первый момент. Второй момент. Вам необходимо определить, после какой именно темы начинается у вас упадок сил. Потому что, я не думаю, что после общения по любой теме с этой женщиной у вас падает настроение. Если бы вы обсуждали, как она вам дарит, например, бриллиантовое колье, я думаю, что у вас бы энергии прибавилось. Поэтому, первый вариант. Либо вообще с ней не общайтесь, не увольняйтесь при этом с работы. Второй вариант. Вы можете рулить диалогом. Посмотрите, на ютубе есть мой канал. Да, канал. На канале есть ролик, который называется «Отношения с окружением. Как не копить напряжение?» То есть, вы можете воспользоваться предложенной мной методикой. Ей уже больше 10 лет, по-моему. Это ролик из архива. Его откопал. Он был снят в 2006 году на одном из тренингов, в которых тогда живых вел. То есть, вы можете либо не общаться с этой женщиной, либо управлять диалогом так, чтобы темы, которые вы обсуждаете, вас как минимум не опустошали. Ну, а по поводу смены работы. Меняйте, если будет более денежная работа. Так, как будет проходить марафон личных достижений? Сколько времени это будет занимать каждый день? Какая стоимость? И где я могу взять информацию о других ваших тренингах? Так, по поводу... Отвечаю по порядку. Марафон личных достижений 6 будет проходить с 29 ноября каждый вечер по 15-60 минут. То есть, вы заметите, насколько ценным может быть время. Так, что даже за 20 секунд можно очень много что сделать. Так, что здесь у нас будет очень мало теорий и очень много практики. То есть, каждый подкаст будет от 15 до 60 минут. Я буду приглашать разных других спикеров, в том числе. У меня будет выступать традиционно уже Алиса Курамшин. Это мой соавтор по книге «Достигатор на халяву». Она в этот раз вам выдаст тему о мотивации положительной и отрицательной, о той, которая работает и той, которая не работает. А, кстати, если вы сейчас успеете еще зарегистрироваться в предварительный список, то подарок я вам дам запись прошлого ее выступления о том, как перестать опаздывать. В этом году марафон у нас будет проходить уже шестой раз. Мы уже пять раз его проводили. Так, если вдруг вы не сможете присутствовать вживую на подкасте, то в течение 10 минут подкасты будут появляться для скачивания. И вот так 10 дней каждый день подкаст, каждый день список заданий. И через 10 дней вы смотрите назад и удивляетесь тому огромному объему дел, которые вы успели переделать. И тому, насколько вы быстры и энергичны. Так, какая стоимость? Стоимость будет от 5 тысяч рублей до 90 тысяч рублей. Это цена без учета скидок. Всем, кто в предварительный список вписывается, будет дешевле. Вот ссылку я вам сбросил. Где я могу взять информацию о других ваших тренингах? Вы знаете, я человек весьма безалагерный. И сейчас, когда я закончу этот вебинар, я скорее пойду играть в игрушку свою компьютерную, нежели заниматься теми делами, которые делать вроде и надо, но с другой стороны не хочется. Вот каталог моих продуктов, он, к сожалению, не выложен на сайте по той причине, что им надо заниматься, а лично мне это делать пока не хочется. Я живу по принципу, делай что хочешь, не делай чего не хочешь, и будет тебе счастье. Поэтому, если у вас есть какой-то запрос по консультации, ну, по консультации у меня полное описание есть, по какому-либо тренингу, вы лучше напишите мне личное письмо, я вам скажу точно, есть у меня что-то для вас или нет, и подходит или не подходит. Забыл уже, по-моему, сказать, если вы выбираете между самоамнистией, антибезотказностью, антистрессом или личной консультацией, вы мне напишите на mailsobakazinurov.ru, и я вам дам. Я вам сделаю одно интересное предложение. Просто некоторые люди мне пишут, что я не знаю, что выбрать, самоамнистию или личную консультацию. Вот если вы один из них, пожалуйста, мне напишите на mailsobakazinurov.ru, до завтра, до понедельника, получается. Я вам дам одно очень интересное предложение. Так. Подскажите, пожалуйста, у меня есть страх, когда на меня кричат. И у меня начинается истерика, не знаю, как с этим бороться. Не позволяйте на себя кричать. Никому не нравится, когда на него кричат. Представьте, что в вашем присутствии вдруг кричат на вашего ребенка, если у вас есть ребенок, или если вдруг кричат на вашего любимого человека или племянника. Я не думаю, что вы будете стоять молча, хотя всякий случай бывает. Станьте защитником самой себя. Я в этом году еще не проводил вебинар «Культ личности в...» «Культ силы в современной России», но я его как-нибудь проведу. Суть в том, что с вами обращаются так, как вы позволяете с собой обращаться. И в вашем случае я бы предложил вам не искать ответ на вопрос, как мне себя вести, чтобы у меня не начиналась истерика, когда на меня кричат. Лучше найдите ответ на вопрос, а как так получается, что на меня кричат? Почему я позволяю людям или конкретному человеку на меня кричать? И, пожалуйста, сосредоточьте свое усилие не на том, чтобы симптомы утилизировать, то есть вашу истерику, а в первую очередь на том, чтобы на вас никто не орал. Иначе это, знаете, как получается? Вот когда меня ножом тыкают, у меня кровь идет, что мне делать? Какие бинты посоветуете? Блядь, какие нахуй бинты? Не позволяйте, чтобы вас тыкали ножом, не позволяйте, чтобы на вас кричали. Вот выход из ситуации, которую я вижу оптимальным. Недавно, сегодня, вернее, я писал один анекдот про коучинг на эту тему, расскажу вам с вашего позволения. Приходит женщина к психоаналитику и говорит, вы знаете, я вот у вас много лет консультировалась, я решил больше к вам не ходить. Я все свои проблемы решила. Психоаналитик говорит, как же так, у вас же тут проблем целый воздух, до десятилетия работы, у вас же бессознательно, там, травмы матери, там, это, альтер-эго и так далее. Она говорит, нет, нет, я сходила к коучу один раз, и вот мы решили. Он говорит, а как так вы решили? Вам же кажется, что у вас под кроватью кто-то сидит. А мы, говорит, очень просто решили, мы решили ножки у кровати отпилить, и знаете, как-то... Я люблю изящные решения. Так, даже если кричат не на меня, а в целом не переношу громкого разговора. Но вопрос в том, почему вы позволяете, чтобы люди в вашем присутствии вели себя так, как вы не хотите. Ваша проблема двояка. С одной стороны, непереносимость разговора громкого, с другой стороны, то, что позволяете, чтобы на вас орали или чтобы при вас орали. Я, например, сам бросил курить, и в принципе я не курю. Я не осуждаю курящих людей, я им глубоко сочувствую, я знаю, что это такое. Но, несмотря на это, я не позволяю никому курить у себя в подъезде на этаже. Всякий раз, когда я заселяюсь куда-то, где там кто-то курит, он перестает курить в подъезде. Где он курит, это его интимное дело, что он в подъезде курил. Поэтому здесь вопрос в том, глобальный вопрос в том, почему люди ведут себя так, как вам некомфортно. То есть кричать на человека – это не норма. Понимаете? Если бы вы не могли переносить нормальное общение, да, проблему надо было бы с вашим восприятием разбирать. Но если мы говорим о том, что вы позвали, чтобы на нас орали, это вот… нет, это не норма. Подскажите, как добиться, чтобы не курили соседи на площадке. Ну, лично я просто прошу. Вы можете заодно еще распечатать плакаты. В интернете куча плакатов, не курите в подъезде, выбирайте любой, печатайте, развешивайте. Или вызывайте участкового. Курить в России в подъездах нельзя. Законодательно это запрещено. Так что закон на вашей стороне. Что делать с мужчиной, который постоянно рядом, но ни на что не решается? Стоит ли тянуть за уши или выбрать более активного? А скажите, пожалуйста, безудержная Марина, а что вы хотите, чтобы было? То есть хотите ли вы тянуть этого мужчину за уши, или вы хотите выбрать более активного? Вопрос всегда в том, чего вы хотите. Надо осуществлять свои желания, а вашего желания в вашем вопросе нет. Вы просто описали ситуацию и спросили, как вам в ней поступить, но вы не написали, чего вы хотите. Найдите ответ на вопрос, чего вы хотите, и, возможно, вам со мной станет понятно, что же вам делать. Как это делать? Я вам могу помочь сейчас или в личной консультации, но самое главное – это определить, а что вы хотите, а уже потом, как это делать. Так, Танечка, связана работа с выступлениями публичными. Пришлось связать с этой работой. Я музыкант, сценические выступления мне всегда давались очень сложно. Там вам вопрос, а вы хотите выступать на сцене, вы хотите быть музыкантом или нет? Если хотите, да, можно будет с этим поработать. И если нет, то, может быть, и не надо. В данном случае истерика, бывает истерика, бывает у людей некоторых начинается аллергия, когда глаза опухают, нос течет, все слезится. Тогда, когда человек начинает делать то, чего не хочет. То есть, ваш страх выступления на сцене может быть связан как со страхом публичных выступлений, так и с тем, что вы не хотите выступать на сцене. Пожалуйста, определите, сейчас подумайте, и дальше решим, что с вами делать. Так, Гульнас, мне через год выходить на защиту Диссера, мне необходимо побороть страх публичного выступления. Ой, Гульнас, поверьте мне, защита Диссера и страх публичных выступлений – это вот настолько несвязанные темы. Я, как человек, который помог пяти или уже шести людям получить степени, могу точно сказать, что вот здесь у вас совершенно другие задачи стоят, и вообще не думайте про страх публичных выступлений. Это исключительно отмазка, чтобы не заниматься вещами, которые, как вы знаете, надо делать, чтобы защитить диссертацию. Чтобы диссертацию защитить, ее необходимо написать, согласовать, оформить и много чего еще сделать. Вот этим занимайтесь. Не обманывайте себя. Если что, я, непосредственно перед самой защитой диссертации, если вдруг эта проблема еще сохранится, в чем я сомневаюсь, обращайтесь, помогу, опыт есть. У меня уже шесть человек, благодаря моей помощи, получили степени. Причем двое из них были из разряда тех, кто годами никак не мог завершить диссертацию. Так, Татьяна, по-моему, свой вопрос уточнила. То, что сидит вдвоем в кабинете с женщиной, которая жалуется на все и негативно ко всему относится и мешает ей этим жить. Посмотрите ролик, который я вам говорил, отношения с окружением, как не копить напряжение, и просто выступайте модератором тем, которые будут обсуждаться. То есть, например, она начинает ныть, и вы говорите, вы знаете, ты знаешь, уважаемый коллега, вот сходи к Эльдару Зинуру, он тебе мозги вправит. Она скажет, так он же день уберет, и скажет, ну тогда и не ной, и заткнись. То есть, вы со своей стороны выразили сочувствие, человек, если он склонен ныть, он ныть не прекратит, но у него уже не будет формального повода продолжать вам ныть, потому что вы со своей стороны реакцию ему выдали. То есть, выдайте реакцию, и в дальнейшем говорите, я тебе уже совет давал, я тебе больше ничего не скажу, заткнись и не разговаривай об этом. То есть, я с тобой с удовольствием обсужу, уважаемые коллеги, любые темы, которые не связаны с твоим нытьем по поводу бомбежек в Сирии, например. Я не нахожу эту тему неинтересной, неприятной, неполезной, давай поговорим лучше о... И дальше вы предлагаете тему, либо которая вам искренне интересна, либо ту тему, которая будет для вас индифферентно нейтральной. Так. Когда я ей сказал не жаловаться, она плакала три дня. Ну, вы не психотерапевт, не коуч, не психолог и не психиатр. Посоветуйте ей обратиться к людям специально обученным и желательно хорошо оплачиваемым, потому что в противном случае это не прекратится никогда. Или, знаете, есть такой очень классный еще вариант. Вы можете сказать, слушай, я вот с удовольствием с тобой поговорю, но вот сейчас у меня работы много, плюс еще вот у меня личный, вот надо вот диссертацию написать. Давай после работы с тобой об этом поговорим, и 95% вариантов, что она на работе заткнется, а после работы не подойдет. Потому что одна из причин, почему люди любят попиздеть во время работы, отвлекая своими разговорами других людей, мы на марафонничном достижении всегда с этим сталкиваемся, те, кто работает в офисе, это всегда отвечают. Это не потому, что ей так уж интересно, может быть, поговорить с вами или поныть ей, пожалуйста, а просто потому, что ей надо отвлечься от работы, а просто молча сидеть она не может, ей надо оправдаться, почему она не работает. Ну, знаете, в офисах иногда люди у кулеров собираются, там, или в курилках. Некоторые просто сидят языками чешут. То есть, возможно, это надо не для того, чтобы ныть, а просто чтобы не работать. Поэтому вы предложите, давай поговорим с тобой после работы. Возможно, она заткнется, и после работы она уже к вам не подойдет. Вариантов, на самом деле, много. Так, читаю дальше. Собираюсь на учебу за границей, столкнулась с сопротивлением родственников, типа, как ты одна в другом городе, как мы тут без тебя, как это... Как это прекратить? Уже и сама начинаю... Чего начинаю? Уже и сама начинаю сомневаться. Потянули. Валерий, я в тебя верю, ты потянешь. Езжай, все будет хорошо. А если хорошо не будет, вернешься обратно. В конце концов, если тебе там не понравится, если ты там не потянешь, кто тебе мешает вернуться назад? Один стойко, конечно, если ты едешь туда одна и все такое, подстрахуйся. То есть, технику безопасности никто не отменял. Контакты, трекер персональный, ну и так далее. В общем, позаботься о своей физической безопасности, а во всем остальном забей на месте, разберешься. И если что, вернешься. Но без фанатизма. В омут с головой не прыгаем. Сначала эхолотом проверяем дно. Что касается, как сделать так, чтобы прекратились их отговорки, ничего не сделаешь. Они, если они не хотят тебя отпускать, они тебя и не отпустят. Но у тебя нет задачи их переубедить. Просто скажи, да, 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 но мне это очень важно, я все равно поеду. Я вас очень люблю, давайте разговаривать о чем-нибудь другом. Идем дальше. Так, Варшал, да, спасибо. Антиоценка сколько стоит? Коучинговые результаты, когда вам становится индифферентно на мнение других людей, на ваше поведение, чтобы вы могли делать что хотите и не делать, чего не хотите, как я уже говорил, от 1250 евро, как и любая другая моя коучинговая программа. Так, как перестать бояться входить в отношения с понравившимся мужчиной и перестать чувствовать, что он будет несчастен со мной или я ему не пара? Спрашивает Алис. Алис, проработайте чувство вины, потому что речь идет о том, что вы чувствуете себя недостойной мужчиной, вы чувствуете, что вы можете стать источником страданий для мужчины, вы не думаете о том, что вы сможете украсить его жизнь, и вы не думаете о себе. Я вам предлагаю подумать о себе, проработайте чувство вины и обязательно наладьте отношения с собой. Вы знаете, любые ваши проблемы в отношениях с любыми другими людьми – это всегда не что иное, как проекция ваших проблем в отношениях с собой. В данном случае это чувство вины и ваше хуевое отношение к себе, когда вы в первую очередь в себе видите помеху чужому счастью. В данном случае мужчины, которые, не дай бог, с вами свяжут свою судьбу. Потом это перетекает, как правило, в то, что люди увязывают в отношениях к дисперспективам, потому что чувствуют свою вину, дескать, вот она никого лучше меня теперь не найдет. Или ох, а как я его брошу, теперь он никого лучше меня не найдет. Сюда к чувству вины еще прибешивается гордость, что является великим грехом. Ладно, идем дальше. Если соседка при встрече постоянно оскорбляет, как ее нейтрализовать? Ругаться бесполезно, она еще больше начинает и бежит жаловаться. Не понимаю, какая соседка и куда она бежит жаловаться. И сколько вам лет, Алла, пожалуйста, напишите, это важно. Что касается нейтрализации, вы можете купить наушники, можете даже плеер не покупать, просто бананы в уши втыкаете, в смысле наушники, и хвостик в карман. И все окружающие думают, что вы слушаете музыку. Вы идете, улыбаетесь, киваете на него и проходите мимо спокойно. Человек начинает думать, что вы его не слышите и отстает от вас. Кстати, на работе тоже очень хороший вариант. Бананы в уши, и можете даже музыку не включать. Вас будут гораздо меньше дергать и отвлекать окружающие. Можете купить себе специально такие большие красные красивые наушники, чтобы все видели и сказать, я ни хрена не слышу, пошли все в жопу. Тоже вариант. Подскажите, пожалуйста, не умею делать выбор. Спрашивает Наталья. Как я вам подскажу, когда я не понимаю, между чем и чем вы выбираете? Уточните, пожалуйста, вопрос. Когда существует проблема с формированием своих действительных желаний, с осознанностью выбора, а я сама не могу с этим справиться, то имеет ли смысл обращаться за консультацией? Да, однозначно, потому что даже когда человек обращается не за тем, чтобы сформулировать свои задачи и проблемы, я все равно заранее знаю, что человек, как правило, один очень хреново формулирует то, что он хочет на самом деле. Понимаете, дело в том, что это особенность нашего мышления, нашей психики. И когда я сам ставлю свои цели и планы, я все равно со своими доверенными людьми и консультантами обсуждаю. Это для того, чтобы лучше сформулировать. Потому что мы, как правило, всегда ошибаемся относительно того, чего мы хотим на самом деле и зачем. С тренировкой, конечно, эта способность увеличивается, но чтобы подстраховаться, лично я все равно консультируюсь и обсуждаю с теми, кем я доверяю. Почему? Потому что если есть какая-то проблема, то есть, как говорил Эйнштейн, система, которая породила проблему, не в состоянии решить эту проблему. В данном случае это система нашего мышления. Поэтому нужна другая система внешняя, которая бы помогла разобраться извне, у которой взгляд не замылен. Надеюсь, я понятные вещи говорю. В общем, в любом случае я всегда в первую очередь на консультации выясняю, что же надо человеку на самом деле. Потому что человек, как правило, всегда ошибается относительно того, что же он хочет и зачем. И проблемы свои, как правило, всегда формулирует не так, как они есть на самом деле. Заявка на консультацию – это всегда вход в игру. Я вижу, что да, человек готов, а дальше мы уже начинаем с ним взаимодействовать. И выясняем, что же надо на самом деле. Кстати, для москвичей, я уже говорил, еще раз скажу, завтра я ночью возвращаюсь в Москву. И 21-22 ноября у меня отменился московский бизнес-форум, у которого я планировал принять участие. Поэтому 21-22 ноября я проведу два мероприятия. 21 ноября я провожу бесплатную нетворкинг-встречу, где мы можем вживую познакомиться. А 22 ноября я проведу живой коуч-мастер-класс. Если вы из Москвы, пишите, приходите. Welcome, буду рад вас видеть вживую. Ну и, разумеется, если хотите получить живую консультацию, то, пожалуйста, вот со... Так, вторник у меня уже занят. Со среды я готов с вами вживую поработать в Москве. Так, Танечка спрашивает. Я отказалась от профессии музыканта из-за жуткого волнения при публичных концертных выступлениях. Но как преподаватель, как я могу учить выступать других, если не справилась сама? Здесь вопрос в том, чему вы учите других. Вы же можете преподавать нотную грамоту, Танечка, а не то, как выступать на сцене. Это же разные вещи. Кроме того, вы можете честно сказать, что, ребята, я вам преподаю нотную грамоту, вместо того, чтобы играть в оркестре, потому что я некомфортно себя чувствую на сцене. С чего вы взяли, что у каждого человека такая проблема. Так что здесь смотрите, чему вы учите, что вы обещаете, что вы можете дать. От того, что вы боитесь выступать на сцене, вы не стали худшим преподавателем игры на музыкальных инструментах или пению, что вы там преподаете. Вячеслав, вопрос по антибезотказности. Это нормально, что при ситуации, что что-то надо сделать, но я это не хочу, и я сам предлагаю. Я сделаю это тогда, и ты для меня сделай. Вместо того, чтобы спрашивать, а ты мне что? Нормально. То есть выбор бедного не делай, потому что не могу, выбор богатого не делай, потому что не хочу. Пройдя антибезотказность, у вас появилась возможность в том числе торговаться с другими людьми. То есть, например, я не хочу сейчас ехать на другой конец города, но если там сауна и девки, тогда хочу. Ну и так далее. А если просто сауна, тогда не хочу. А если просто девки, тоже не хочу. А если девки и сауна, да. А если за это надо заплатить, тогда нет. Ну, в общем, куча вариантов. Торги с внешним миром. То есть вам что-то предлагают, вы что-то предлагаете. Просто вы начинаете играть на своих условиях, на тех, которые вас устраивают. Так. Когда возникает вопрос, а как жить дальше? Определить свои желания и их соответствие возможностям, и уже что-то делать в конкретных направлениях, чтобы не было еще ни бессмысленности. Так, я прочитал фразу, но не понял, в чем вопрос. Так. У меня 37 лет, пишет Алла. Соседка со мной ругается, выжить жаловаться к участковому. Понятно. Попробуйте ее игнорировать полностью. Я не знаю, что это за человек и почему он на вас ругается, но вы... Здесь два варианта есть. Либо вы сами можете побежать к участковому и сказать, что вот, она там матом ругается и беспорядки нарушает, еще и курит в подъезде, и каждый день ходить так, чтобы ее это утомило, и она перестанет на вас ругаться. Но всего лучше просто игнорировать ее, и если она... Ну, причем игнорировать не зло, потому что злость – это все равно эмоция. То есть, если вы сможете, по крайней мере, пока она вас видит и слышит, никак не выражать эмоции свои, то, не получая обратной связи, она от вас рано или поздно отстанет, при условии, если у нее с головой все в порядке. Сумасшедших у нас так много, что я просто, когда впервые реально это узнал, я очень сильно удивился. Так что не стоит списывать на злой умысел то, что может быть объяснено человеческой глупостью. Вполне возможно, что она дуроклиническая, и всякое бывает. Всякое бывает. Танечка. Как мотивировать своего взрослевшего ребенка на успех? Хороший вопрос. Будьте успешны сами. Решайте свои проблемы сами. Представьте себе, что ваш ребенок оказался, слава богу или не дай бог, в такой же ситуации, в которой находитесь сейчас вы. Во-первых, задайте себе вопрос. Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок оказался в ситуации и жил той жизнью, которой вы живете? Если да – супер, продолжайте в том же духе. Если нет – ужаснитесь. Представьте себе, чтобы вы посоветовали своему ребенку сделать в той ситуации, в которой вы не хотите, чтобы он был, и сами последуйте этому совету. Дети нас не слышат, дети на нас смотрят. Вы ничего не можете дать своим детям, кроме того, чтобы… кроме примера. Сынишке 22 года. Это не имеет значения. У меня одна клиентка из Америки. У нее сын тоже взрослый, 22 или 24 года. И она прошла коучинг до результата у меня, и сын ей сказал то, что «мама, ты изменилась», и это его вдохновило. Вы можете, как его мотивировать, вдохновите его своим примером. Но не показывайте ему то, что ему надо делать, по вашему мнению, а сделайте хорошо себе сами. Еще раз. Дети нас не слышат, дети на нас смотрят. Вы ничего не передадите ребенку, кроме своего примера. Вот если вы живете хорошо, супер, ничего больше не делайте. Если вы живете плохо, если у вас что-то не устраивает в вашей жизни, решите свои проблемы самостоятельно, с моей помощью, с помощью любых других людей. Сделайте себе хорошо, исполните свои желания. И все это увидят. Вот здесь вот начинается умствование, я это зачитаю. Да, я понимаю, что, собственно, пример, это правильно. Но я женщина, и у меня иные критерии успеха, чем у мужчины. Так ведь? Нет, не так. Я вам только что привел пример. Моей клиентке тоже женщины из Америки, у которой тоже сын примерно вашего возраста. Решайте свои проблемы. Исполняйте свои желания. Добивайтесь своих целей. И показывайте пример, как вы решаете свои проблемы, добиваете своих целей и исполняйте свои желания. Ваш сын и ваша дочь, ваши дети это увидят, запомнят. Сделайте себе классно, так, чтобы вам самим было круто жить, чтобы у вас в глазах горели. Исполните свои давние мечты. Сделайте это, несмотря ни на что. Такая разница, женщина вы или мужчина. То, что вы сейчас написали, это от лукавого. Это от вашего ума, который говорит то, что... Ладно. Про страх успеха мы с вами говорили целых два часа до этого. Так, спасибо за вопросы всем. Я на все вопросы ответил или еще нет? Или на чей-то вопрос еще не ответил? Когда выйдет ваша сайгуливаясь книга про отношения между мужчиной и женщиной? Ну, формально книга уже вышла. А вот когда она увидит свет, я не знаю, потому что из-за кризиса издательство пока многие проекты заморозят. По-моему, 60% проектов сейчас заморожено. В издательство она уже ушла давно. Ну, пока не знаю. Ну, вот во вторник в Москву прилечу, в издательство, наверное, съезжу, если руки дойдут, и заодно с редактором пообщаюсь. Там просто еще редактор сменился у нас. Выпускающий редактор раньше был один, сейчас другой. Я с ним пока еще не знаком. А долго убирать чувство вины? Нет, недолго. Приходите в консультацию, за один раз я вам ее уберу. На всю жизнь не с гарантией. Так, а что с книгой «Успех в зоне комфорта»? «Успех в зоне комфорта» – одна из книг, которую я когда-нибудь допишу, и вы увидите ее в свете. Кстати, тот вебинар, в котором вы сегодня участвовали до этого, то есть про страх успеха, мы его тоже оцифруем, и он тоже войдет как часть, как один из разделов книги. Над книгой мы работаем аккуратно и качественно, но хрен знает, когда она закончится. У меня жестких срок по этой книге нет. Я же предлагаю людям то, во что сам верю, то, что манифестирую сам. То есть я не считаю, что необходимо себе рвать джопу на британский флаг, чтобы добиваться успеха. И именно об этом я буду писать в книге «Успех в зоне комфорта». Какие еще книги пишутся? Про чувство вины, про то, как говорить нет, но при этом я сейчас думаю, может быть, совместить их вместе, потому что это очень связанные темы о том, как говорить нет, и о том, как избавиться от чувства вины. Одна тема, другую поддерживает очень сильно. Возможно, это будет одна книга. Как отказывать без чувства вины или... Пока не знаю, думаю об этом. Далее, значит, в Москве я встречусь с Еленой. Она у нас делает общий сборник «Моей мудрости». Такой проект «Обо всем и ни о чем». Я не очень люблю книги «Обо всем и ни о чем», но люди выражают интерес именно к такой литературе и хотят читать именно вот не книгу, где я полностью даю инструкцию на 120 страниц, как решить проблему, а книгу «Обо всем и ни о чем конкретно». Поэтому вот такая книга у нас сейчас в разработке есть. Далее, значит, возможно, будет вторая книга для женщин или для мужчин. Так, и что-то у нас было... А, и желания, которые исполняются. Вот, и желания, которые исполняются. Если это не войдет в книгу про успех в зоне комфорта, возможно, отдельно будет желание, которые исполняются в книге. Танечка спрашивает, как доказать человеку, что алкоголь катастрофически мешает успеху? Вы ему это докажете без проблем, но зачем ему это доказывать, Танечка? Вот в чем вопрос. Если вы хотите, чтобы он после этого бросил пить, он не бросит после этого пить. Я вам как алкоголик со стажем это уверяю 100%. Я не употребляю алкоголь уже лет 6 или 7. Но я бросил пить не потому, что я осознал, что алкоголь мешает успеху. Вы что думаете, что курящий человек не знает вреда здоровью, что ли, от курения? Он лучше вас это знает. Алкоголик тоже прекрасно осведомлен обо всех минусах возлияния. Но это зависимость. Это не выбор человека свободный. Это болезнь. И чтобы бросил человек пить, он должен так удариться об дно, чтобы органы свои почувствовать, например. Ну и так далее. Других методов, к сожалению, не знает никто. В 1983 году Всемирная организация здравоохранения объявила грант, что человеку, который предложит лекарство, методику лечения или любой другой способ избавления от алкогольной зависимости, будет отлит памятник из чистого золота в натуральную величину. 32 года прошло, никто еще не пришел за памятником. Никто. Ну, кстати, вот вам вдохновение. Если вы знаете такой способ, вам ВОЗ отольет памятник из чистого золота. По-моему, неплохой приз, стоит за него побороться. Но... Так. Вот Танечка пишет. Так мой сын привык, что я все решаю и все делаю. Смотрите, поймите, если вы все решаете за сына, или если вы все решаете за себя, это не тот пример. Вы ему не пример подаете. Я имею в виду, что вы должны решать все и делать для себя, для своего блага, для своего комфорта, а не для блага его. Позаботьтесь о себе. Так. Вот, Наталья вам советует, прочитайте книгу Анатолия Некрасова «Материнская любовь». Да, прочитайте эту книгу, я тоже вам ее советую. Это реально помогает. Так, Ильдар, а мой вопрос спрашивает Дарья. Дарья, повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Я что-то вот пропустил, наверное. Какой вопрос? Просто столько вопросов, и уж простите меня, я... Чат мелькает, на меня сейчас светят три софита, и очень выжигают глаза. Поэтому не мудрено, что я после трехчасового вещания мог и что-то пропустить. Так, Ильдар, можно ли будет запись прослушать сегодняшнего нашего собрания? Да, можно будет. Какого собрания? Вот того, которое сейчас идет? Да. Того, которое до этого было? Тоже да, но не факт, что бесплатно. Бесплатно у участников марафона личных достижений. Так, Дарья спрашивает. Когда я разговариваю с одним или двумя человеками, все хорошо. Я высказываюсь на любые темы, эмоции проявляю. А когда с несколькими не могу разговаривать? Это оценочная зависимость? Не факт. Не факт. Оценочная зависимость может проявляться очень по-разному. Оценочная зависимость однозначно у вас есть тогда, когда вы ограничиваете себя из-за того, что о вас говорят или могут сказать, из-за того, что о вас могут подумать, из-за того, что вас кто-то может не одобрить. Неважно, вслух или молча. Оценочная зависимость однозначно есть тогда, когда вы переживаете, когда вас кто-то оценивает. Либо вас, либо того, что для вас важно. Например, вы говорите, о, машину купила? Ну да, конечно, понятно все с тобой. То есть оценка может быть и невербальной. То есть когда мнение других людей вас задевает, вот тогда оценочная зависимость есть. И да, из-за этого могут быть проблемы в общении, и они есть. Но если вы не можете разговаривать одновременно с несколькими людьми, это может быть просто то, что ваша социальная валентность, она равняется двум. То есть, когда вы можете одновременно поддерживать и сгорание с одним-двумя людьми. Вопрос еще в том, что это за люди. То есть, остаточная зависимость может появляться как по отношению ко всем, так и по отношению к некоторым. Например, к тем, кого вы считаете более значимыми, более авторитетными, более важными, чем вы сами. Так что посмотрите, пожалуйста, на это. Отвечая на ваш вопрос по существу, может быть да, может быть нет, надо больше информации. По поводу истерик. Может, есть какие-то методики, как избавиться от самого страха, когда кричат? Да, есть. Я вам дам самую простую. Вот в Москве 22 ноября мы будем, помимо прочего, разбирать тему на мастер-классе про роли, которые мы играем неосознанно. Я вам отвечу коротко. Вот как поймете, так поймете. Это не столько для ума, сколько для бессознательного. Гораздо проще стать человеком, который не впадает в истерики от страха, когда кричат, чем, будучи человеком, который впадает в истерики от страха, когда кричат, научиться не впадать в истерику. Гораздо проще стать тем человеком, который бегает по утрам, нежели оставаясь человеком, который не бегает по утрам, пытаться себя заставить бегать по утрам. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Что же касается страха, когда кричат, методику по избавлению от страха я вам давал, но крик – это очень... Сейчас объясню. Реакция на громкие звуки, она у некоторых людей является проявлением примотивности высокой. То есть, когда ваши инстинкты берут верх над вашим разумом. Прокачивайте разум, прокачивайте осознанность и держите в узде свои инстинкты. В конце концов, вы же научились не писать и не какать сразу, как только захотели, а сдерживаться, искать специально отведенные места и снимать одежду, потом совершать некие процедуры. Здесь то же самое. Да, я всегда общаюсь с людьми, которые, как мне кажется, успешнее, умнее меня, и я перед ними не могу высказаться. Вот если все люди кажутся вам умнее, чем вы... То есть, когда вы... Это очень как раз-таки серьезный признак того, что оценочная зависимость есть. Человек, который оценочный зависим, он людей делит на две категории всего. Первая – это люди, которые гораздо лучше, чем я. А вторая – это люди, которые лучше, чем я, но не во всем, а в чем-то они настолько плохие, что вот на это я рассматриваю. Вот это я рассмотрю в микроскоп. То есть, человек с оценочной зависимостью сам всегда склонен оценивать всех и все, потому что ему крайне важно оценить людей вокруг нехорошо, чтобы на их фоне чувствовать себя лучше. Так, Степан пишет. Вы как-то писали по поводу приезда Вадима и Димчук в Уфу. Со своим курсом планируется ли он? Нет, он не планируется. Дело в том, что, к сожалению, это не рентабельно. Поэтому, если они не изменят своих условий, то ввести их в Уфу нерационально. То есть, привести можно, но я уйду в небольшой минус, чего я делать крайне не хочу. А так, да, привести можно, по-моему. В жизни часто сталкиваюсь с ситуацией выбора и не могу сама принимать решения. Не слышу себя, не понимаю до конца, чего хочу, как будто что мне нужно. Знаете, Наталья, я вам дам один совет универсальный. Вы отдохните так, чтобы отдохнуть. Вы, мне кажется, как подсказывает мне интуиция и многолетняя практика, сильно измотаны своим постоянным самокопанием. Попробуйте отдохнуть. Так, чтобы отдохнуть от мыслей, от которых вы себя, которыми вы себя утомляете. Ничто так не заебывает человека, как он способен заебать себя сам. А когда вы уставшие, когда вы пытаетесь принять решение в состоянии, в котором вы не можете принять решение, вы те силы, которые у вас копятся, распыляете пустую, и ничего у вас хорошего из этого не будет. Поэтому вам советы, всем, кто чувствует, что не в состоянии сосредоточиться, поставьте паузу на принятие решения и отдохните от себя самих столько, сколько понадобится. Вы можете посоветовать других коучей по вопросу, как поправить финансовое положение? К сожалению, нет. Запрос на то, чтобы поправить финансовое положение, очень частый. Запрос с некоторыми, подчеркиваю, с некоторыми клиентами. Я эти вопросы прорабатываю, но не со всеми. По той простой причине, что методика личного обогащения, она универсальная, одна и ничем не отличается. Вам 10 разных коучей, которые ее знают, они вам ничего нового не скажут. И методика, она очень простая, но я сейчас бесплатно дам. Зарабатывайте максимально возможные деньги тем способом, который получается. Накопите денег, отложите денег так, чтобы вам хватило на год безбедной жизни. Накопите еще, и вот уже это накопленное сверхэтугу инвестируйте. Дальше уже разные инструменты. Вот и вся метода. Работайте, зарабатывайте, обеспечьте себе, научитесь откладывать. Критерий того, что вы научились откладывать, то, чтобы у вас был денежный запас на год жизни. Вам и вашей семьи. Потом отложите еще больше, и уже отложено, начинайте инвестировать. Других возможностей нет. Единственный путь к финансовому благополучию – это инвестиции. Инвестиции невозможны, если вам инвестировать нечего, если у вас нет источника дохода, или если он маленький. Или если вы не умеете откладывать, то изберегать заработанное. Все остальное бесполезно. Волшебные таблетки, по которой вы так махаете, и у вас появляется куча денег – нет, не было и никогда не будет. Это все приманка для лохов. Не будьте лохом, пожалуйста. Вы должны понять одну простую вещь. Никто, блядь, не заинтересован в вашем обогащении, кроме вас. Еще раз. Никто, кроме вас, в вашем обогащении не заинтересован. Никто и никогда. Поэтому, да и когда мы рассматриваем личности тех людей, которые обещают вас научить финансовой грамотности, ну, знаете, сейчас в эпоху интернета вы можете навести справки на любого человека. Если вам кто-то обещает богатство, вы пошарьтесь по интернету, посмотрите, что за человек. Как правило, эти люди зарабатывают на вас. И все. Дело в том, что технологии бизнеса, технологии личной бухгалтерии, они скучные и неинтересные. А вас привлекают эмоциями. Я рисую тут яркие картинки красивой жизни. Но это не бизнес-подход, это как раз-таки приманка для всякого рода неискушенных людей, хомячков или лохов, как их называют на практике. Работайте, зарабатывайте, откладывайте, инвестируйте. Если у вас нет доходов, обеспечьте себе доход. Если у вас есть доходы, но вы не можете откладывать, либо не умеете откладывать, либо доходы маленькие. Значит, надо либо увеличивать доходы, либо учиться сберегать. Либо и то, и другое одновременно. Далее, когда у вас уже будет накоплено энное количество денег, вот тогда уже можно смотреть в сторону инвестиций. А до тех пор бесполезно. Не бывает инвестиций, где вы 10 долларов на форекс закидываете и миллионером становитесь. Нет такого в природе. Это все казино и лохотром. С таким же успехом можете лотерейные билеты покупать. Вы знаете, математики всего мира называют покупку лотерейных билетов налогом на глупость. И вы можете представить себе, сколько у нас глупостей, если во всем мире на триллионы долларов ежегодно оплачивается лотерейных билетов. И в России, и за рубежом. Когда я жил в Лондоне, я удивился, насколько там много казино, на каждом шагу автоматы по продаже лотерейных билетов продаются. Так что Россия не самая азартная страна. Самая азартная из всех стран, где я был, это Великобритания. И самое главное, что касается бизнеса. Никто из бизнесменов, которых я знаю, никогда не начинал свой бизнес, пройдя какой-нибудь бизнес-тренинг. Никто. Зато я знаю огромное количество людей, которые годами ходят на бизнес-тренинги о том, как открыть бизнес. Они очень много знают, они очень много умеют. Только бизнеса у них нет. И если вам интересен мой личный путь, я тоже в 16 лет начал бизнес-практику свою. Но тогда, слава богу, или к несчастью, в принципе у нас не было никаких тренингов и книг по этой теме. По сути, предприниматель от непредпринимателя это и отличает. То, что предприниматель действует, а непредприниматель не действует. А уж по какой причине, никакого значения не имеет. Технология одна. А вот квалификации и привычки у каждого человека разные. Я проводил вебинар на тему эту. Называется «Мышление настоящего миллионера». Если интересно, пишите мне, я вам скажу, почем вы сможете его купить, чтобы инвестировать в свое образование. И пока у вас нету богатых сумм для того, чтобы инвестировать в недвижимость, например, то я вам предлагаю инвестировать в себя. Это самые выгодные инвестиции в ваше образование и в ваше здоровье. Даже если вам сейчас не нужна медицинская помощь, особенно если вам сейчас все со здоровьем в порядке, сохраните его. К сожалению, после 30 лет я узнал, почему медицинский бизнес настолько выгодный. Каждый заход к врачу стоит денег и, к сожалению, этим заходом ничего не ограничивается. Ну, вы, наверное, люди все взрослые знаете. Самые выгодные инвестиции в государстве – это образование и здравоохранение. Самые выгодные инвестиции в личном плане – это тоже ваше личное здравоохранение и ваше личное образование. Так, на все ли вопросы я ответил? Пожалуйста, напишите. И чат замер, как-то все про деньги внимательно слушают. Всем интересно. Ладно, раз интересно, скажу еще одно вещь. Бизнес-психология – это фикция. Бизнес – это не психология, это технология. И психология там ноль, zero. Вот если вы миллиардами ворочаете, если у вас 300 человек в подчинении, да, тогда можно говорить уже о психологии. Если у вас ничего этого нет, какая в жопу психология? Арбайтен по-стахановски. Так, спасибо. А как перестать бессознательно оценивать людей вокруг? К сожалению, никак. Вы можете только сознательно себя ограничивать. То есть, если вы заметили, что вы оцениваете кого-то плохо, ударяете себя по рукам и говорите, ай-яй-яй, не надо оценивать. Ильдар Альцович говорил, что это к плохому уйдет. Бессознательно никак. Сознательно сами себя ограничиваете. Просто вы же сознательно, например, ограничиваете себя в питании. То есть, вы не едите все подряд, вы выбираете. То есть, так же, если вдруг вас потянуло кого-то оценивать, вы себя не оцениваете. Но в целом, это полезно, но от оценочной зависимости вас это до конца не избавит. Это только в личном коучинге. Ильдар, спасибо вам огромное за ваш труд, за время, которое уделяете. Стараюсь соблюдать ваши советы и многое помогает. Спасибо вам, спасибо. Буду очень благодарен, если вы будете меня и дальше советовать и рекомендовать. Возможно, тем, кто меня не знает. Вопросов, я так смотрю, больше нет. Будем заканчивать. Так, Ильдар, я зарегистрировался на участие 22-го в живом 90-м коучинге. Жду письмо с положительным ответом. Я вам отвечу обязательно. Буду рад вас видеть. На 21-й тоже зарегистрируйтесь. Давайте мы с вами и в субботу, и в воскресенье встретимся. Большое вам спасибо, что были. Для меня очень важно и ценно, что вы получаете от меня те вещи, которые потом применяете. Я буду очень рад узнавать о ваших успехах и достижениях. Завтра, через неделю, спустя годы. Некоторые люди мне пишут спустя 5 лет после того, как впервые познакомились с моим творчеством. До связи, до встречи. С вами был Коуч Ильдар Зинуров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok